Сила. Медиа. Путешествие по мультимедийным мирам с Оксаной Силантьевой. Мне вообще очень странно, когда я увидела фотографии, где ты стоишь на улице с хэштегом и разговариваешь с людьми. Может быть, эта пандемия так на меня повлияла, но вообще, в принципе, люди, которые на улице разговаривают с другими людьми, у меня вызывают странные ощущения. Что это было? Это была уличная акция «Бережный разговор». Я придумала такое название. И мне кажется, за время пандемии мы стали друг с другом очень далеки, далеки друг от друга, точнее. И мне было важно поговорить с горожанами и с горожанками про их чувства и эмоции. И тоже, на самом деле, все оголилось за этот год. Не знаю, как у тебя, но мне было моментами очень тоскливо и грустно, когда все только начиналось. И я чувствовала какое-то, наверное, одиночество в этом смысле. Но в этот же момент, когда началась пандемия, я начала заниматься с психологом. И вот я уже больше года, регулярные у меня занятия, каждую неделю мы встречаемся и, в общем, решаем мои проблемы разные. И во время занятий, да, я узнала про ненасильственное общение, что это такое. И как раз акция помогает выражать наши чувства и эмоции, не прятать их, обсуждать, делиться открыто. И при этом я во время акции тоже рассказываю, что такое ненасильственное общение, как можно говорить друг с другом без осуждения, без оценки, без агрессии, как мы можем не ругаться, а действительно выстраивать честную, открытую, дружелюбную коммуникацию. Но ведь для такого рода коммуникации нужно, чтобы противоположная сторона тоже была нацелена именно на такое общение. Возможно ли этого достичь с незнакомцами? Ты знаешь, тут я заметила удивительный эффект. У меня разговоры длятся обычно 10-15 минут максимум. Это такая короткая встреча, но на этой короткой встрече обсуждается то, что, может быть, не проговаривается вообще ни с друзьями, ни с близкими. У меня были случаи, когда люди подходили и просто плакали. То есть они открылись совсем незнакомому человеку. Может быть, влияет то, что мы никогда не увидимся, собственно. И когда был случай, я стою с этой табличкой, бережный разговор, и женщина просто выходит из театра и говорит, вы правда со мной поговорите бережно? Я говорю, да. Вот. То есть она рассказала историю своих взаимоотношений с мамой, когда они живут в одной квартире во время пандемии, и оказалось дико сложно. Они не умеют друг с другом разговаривать. И она просто, ну, правда, плакала, да, во время нашего разговора. И я ее поддерживала. Я еще рефлексирую, что же это было. Это какие-то сессии короткой психотерапии, возможно, получались, когда я старалась дать безусловную поддержку этому человеку и даже оставляла свои контакты, если что-то нужно будет подсказать контакты психологов, да, не знаю, какие-то книжки, потому что я сама много за этот год читала. Я была открыта к этому. И вот удивительный эффект, что люди действительно открывались более чувствительно, что ли, были, чем в обычной жизни. А нужно как-то готовиться специально к этому? То есть нужно что-то прочитать, чтобы самому такое организовать? На самом деле у меня есть формат do-it-yourself, бережный разговор, DIY, когда вы тоже можете выйти в город и предложить поговорить бережно. У меня для этого написана целая памятка в Notion. Можно ее прочитать. И, конечно, я бы тут рекомендовала вообще познакомиться с этой концепцией, что это такое, прочитать книжку. Эту концепцию придумал в 60-е годы маршал Розенберг, психолог американский его. К сожалению, уже с нами нет, но у него последователи по всему миру есть. В некоторых странах, в Израиле, например, есть ненасильственное общение в школах. Это дисциплина такая же, как и остальные предметы. И прочитать книжку, посмотреть кое-какие видео, вообще понять, как вам это, может быть, вы это уже интуитивно используете. И для меня тут важна еще, наверное, личная история, зачем вы хотите это делать, что вас больше всего триггерит, раздражает, что вы хотите улучшить этой акции, какую тему. Я, например, выходила, когда это было в феврале, меня мои знакомые спрашивали, как не поругаться с теми, кто не вышел на протесты. И вот это для меня была ключевая тема. И мы действительно, настолько была наколена атмосфера в Москве, мы только это и обсуждали на акциях. Как мы себя чувствуем, почему нам страшно, что мы можем с этим сделать. Поэтому я бы рекомендовала найти свое личное. И это могут быть взаимоотношения с родителями, со сверстниками, ситуации на работе, разговоры личные с собой. Может быть, это в вашем сообществе, в комьюнити, как там умеет решать конфликты. И ответить для себя на вопрос, что я хочу этой акции донести, какую тему сфокусированно, например, поднять. И мое зачем. Да, вот это очень важно, мне кажется. Это то, которое тратит энергию твою, когда ты это делаешь? Это странно? Ресурсно, да. Эмоционально, конечно, потому что я предлагаю людям тоже какую-то свою поддержку. Я их слушаю. Есть в ненасильственном общении такая концепция, как эмпатичное слушание. Да, можно слушать и делать вид, что ты слушаешь, а можно слушать и совершенно немножко отключить себя из этой истории, полностью перейти на сторону этого человека и понять, что он думает и чувствует. Собственно, это и есть эмпатия. Вот, я, да, я включаюсь в это и говорю, что иногда у меня бывает, что мне не хочется ничем делиться, я хочу это оставить для себя и в себе, только с близкими людьми, например, обсудить, что же это было. Но я по итогам понимаю, что все, что произошло, это очень меня вдохновляет. Люди, подходят, наверное, те, кто не то, чтобы знали про эту концепцию, но они и так интуитивно разговаривают без агрессии, да, стараются решать конфликты как-то этично, что ли. И мы понимаем, что это вот такой базовый навык сегодня, который, ну, абсолютно нужен всем. И мне радостно, что люди... Вот не соглашусь! Ой, не соглашусь! Значит, я сейчас побуду на другой стороне адвоката. Сейчас в этом сложном мире только энергичные, агрессивные, захватывающие, значит, пространство люди могут добиться чего-то там прекрасного. Не время и не место вот этим вашим сюсюканьем. А вот это, кстати, про сюсюканье, это очень такая вещь интересная. Ненасильственное общение, оно не про сюсюканье, оно как раз, это инструмент, который позволяет выражать свою злость, агрессию, недовольство, все негативные эмоции, только не кричать друг на друга, а действительно сказать, блин, вот ты вот это сделал сейчас, мне стало... Мне грустно, я сейчас очень огорчена, раздражена. И озвучить, что же мне не хватило в этой коммуникации, озвучить свою потребность. И очень важно предложить вариант, собственно, выразить просьбу, что же я хочу в следующий раз от тебя получить. Потому что иногда, ну вот как ты сказала, собственно, энергично-агрессивное, да, это может уходить... Вот что-то не нравится, мы можем уходить в пассивную агрессию, обижаться, мы можем вообще этому человеку ничего не сказать, но при этом помнить, да, что же это случилось-то. И в следующий раз просто даже, может быть, не разговаривать. А ненасильственное общение, оно про прямую и честную коммуникацию, когда мы открыто говорим, что мы чувствуем, какая у нас потребность не была удовлетворена, и что мы хотим попросить. То есть, пожалуйста, в следующий раз делай вот так. Или я хочу тебя попросить об этом. То есть мы приглашаем к диалогу, мы не отгораживаемся, ну, типа, окей, раз ты так поступил, с тобой больше никогда не буду разговаривать в этой жизни. Мы все-таки находим это консенсус, это не компромисс, да, компромисс, когда никто не получил удовлетворение от решения, а консенсус, все потребности двух сторон, или сколько там их может быть, они были удовлетворены. подошла одна женщина, которую на работе, ее назвали то ли лентяйкой, то ли вот что-то такое. То есть она тоже почти в слезах и делится, что вот я себе сейчас пошла, купила цветы, ну, в общем, поддержала себя как-то, но говорит, вы такую классную вещь делаете, да, ну, нельзя же так обзывать людей на работе, ну, да, нельзя так разговаривать. И вот такие конкретные комментарии, я тоже их все помню, они у меня там где-то зафиксированы, это значит, что человеку это тоже откликнулось. Вот, отвечу так. Вот это звучит прямо вот идеалистично, прям вот такое вот нервное взаимопонимание, ну, не бывает же такого. Ну, кстати, Розенберг, у него есть очень классный воркшоп, семинар, где он на видео говорит, это в 2000-х было, и он очень делится открыто своей философией, мне кажется, он тоже в каком-то смысле идеалист, и это выбор, да, то есть мы можем выбирать говорить насильственно, у нас никто не отбирает право это, но мы, с другой стороны, мы можем выбирать другие конструкции. Язык – это вообще не статичная штука, это гибкая конструкция, и насильственное общение очень важно, что не всегда оно бывает релевантной ситуации, да, есть ситуации, которые действительно вы, ваша безопасность, в общем, подвергается, границы нарушаются, это просто ситуация, может быть, какого-то насилия, да, не нужно использовать ненасильственное общение, да, в таких небезопасных историях, это уже какая-то самозащита должна быть, вот, и, наверное, повторюсь, что, и ты тоже говорила, что другая сторона тоже должна идти на встречу, здорово бы, если она должна идти, идет на встречу, но тут нужно понимать, что мы можем отвечать только за свои чувства и за свои мысли и поступки, да, мы не можем требовать от других людей, чтобы они тоже такие использовали ненасильственное общение всегда, то есть нужно быть готовым, готовой, что другие люди не особо-то это будут использовать, не поймут, но у нас есть выбор, да, и может быть, иногда, я тоже это обсуждаю с психологом, когда на личные границы заступают, может быть, иногда стоит вот немножко насильственно сказать, что, блин, сори, ну вот, вот это вот моя зона, которую мы, я ее никак не сдвигаю, да, эти границы, как бы, что в итоге, мне вот, чем эти акции нравятся, да, что это такой выход из нашего инфопузыря, и мне важно выходить из инфопузыря, вообще изучать, а что думают другие люди, которые тоже живут в этом городе, вот эта бережная коммуникация может перейти в бережное взаимодействие, как мы, то, как мы разговариваем, как это трансформируется в то, как мы поступаем и как мы принимаем решения, мне кажется, это действительно очень, очень ценно, ну, и, наверное, последний здесь такой вопрос, это потом будет книга? книга, да, интересно, я про это не думала, вот сейчас у меня есть мечта, чтобы действительно в, ну, там, в нескольких городах мы вышли в одно и то же время, в один и тот же день, несколько человек, может быть, два-три городов примерно, вот, да, это я подумаю насчет книги, вот. Интересное у вас излучение. Спасибо, да. Разговариваешь с людьми. Хорошо. Я люблю очень. Как у вас по ощущениям это было, ну, так, немножко необычно, что, типа, я вас видеоргиваю, какую-то книжку продаю, да, вы так сначала сказали? Не, тут же много, тут всякие происходят на патриарших, какие-то игры, вот, иногда люди стоят, там, книга подходит, отмечается, уходит, там еще чего-то, потом очень много собирают для всяких странных фондов, плюс, очень много религиозной какой-то, знаете, направленности начинают там что-то рассказывать, а вот, вашу тему, я первый раз встречаю. Я надеюсь, что вот памятка, прям, ну, как-то по-другому посмотрите. Изучу, в тепле. Субтитры создавал DimaTorzok